Здравствуйте. В этом видео я расскажу о том, как пользоваться электронными ресурсами библиотеки. Итак, заходим на сайт университета.https.msal.ru Находим ссылку «Библиотека» и переходим на страницу. Все ресурсы библиотеки сгруппированы в нескольких тематических блоках. Электронная библиотека, электронная библиотечная система, электронная библиотека «Золотой фонд правовой мысли», базы данных, справочная правовая система. Все эти ресурсы доступны как для студентов, так и для преподавателей и сотрудников университета. Для того, чтобы работать с ними, достаточно авторизоваться в сети университета. Для этого переходим в личный кабинет и вводим ваш логин и пароль. Теперь рассмотрим каждую из этих пунктов. Электронная библиотека – это основной каталог библиотеки. В нем содержатся записи книг, журналов, диссертаций, авторефератов. В электронной библиотеке вы можете заказывать книги или читать их онлайн. Переходим на ссылку «Мегапром». Для того, чтобы искать книги в электронном каталоге, регистрация не нужна. Но если вы захотите почитать книгу или сделать заказ, необходимо авторизоваться. Для этого нажимаем «Войти» и вводим данные в вашей учетной записи. Перед началом работы прежде всего необходимо выбрать базу данных, с которой мы будем работать. Доступны следующие базы данных. Книги, диссертации, авторефераты, методические указания, статьи и переводика, золотой фонд, работы учащихся. Также доступно несколько видов поиска. Я остановлюсь на некоторых основных. Простой поиск, как следует название, наиболее удобный и, в общем-то, простой. Вводим название учебника «Гражданское право». Нажимаем «Найти». Получили список книг с данным названием. Следующий вид поиска – «Расширенный». Он позволяет задавать дополнительные условия поиска. Например, можно указать заглавие и автор. Следующий вид поиска – «Поиск по словарям». Наиболее интересной особенностью данного вида поиска, на мой взгляд, является то, что в нем содержатся готовые списки коллекций. Например, коллекции курсов. Допустим, нас интересует второй курс бакалавриата. Мы хотим посмотреть учебники, специально подготовленные для этого курса. Выбираем второй курс бакалавриата. Он появился у нас в отопленных термах. Нажимаем кнопку «Найти». Получили такой список с 90 учебников. Соответственно, по коллекциям второй курс бакалавриата. Чтобы прочитать книгу, достаточно нажать на ссылку «Ссылка на ресурс». Полная версия будет доступна, если вы работаете с компьютера в библиотеке, через Wi-Fi сеть МСАЛ ФРИ или через удаленный рабочий стол. Например, из дома. Мы перешли на ЭБС Проспект. Нажимаем «Читать». И у нас открылся полный текст книги. Теперь о том, как можно заказать книгу. Для этого мы нажимаем «Отобрать для заказа». Нажимаем «Отобрать». Появилась надпись «Книга отобрана для заказа». Книга теперь находится в меню «Отобранные книги». Мы сейчас переходим сюда и смотрим. Если мы передумали заказывать книгу, мы можем нажать на крестик, соответственно, исключив ее из этого списка. Но мы сейчас сделаем заказ. Нажмем на кнопку «Заказать». И у нас появилась надпись, что «Заказ выполнен». Чтобы получить заказанные книги, вам нужно обратиться на тот абонемент, который указан в информации о заказе. Это пункт «ПК». В данном случае на научный абонемент нужно вам обратиться, потому что у нас написано «Нап». Кроме того, есть возможность получать оповещение о новых поступлений в библиотеку. Для этого нужно перейти в меню «Оповещение» и отобрать те темы, которые вам нужны. Чтобы отписаться от оповещения, нужно еще раз нажать на эти ссылки, они исчезнут. Оповещение будет приходить на почту, соответственно, ту, которую вам выдали при регистрации. Также есть памятка по работе с электронным каталогом. Возвращаемся в электронные ресурсы, переходим в раздел «Электронные библиотечные системы». Электронные библиотечные системы – это каталоги, которые содержат электронные версии учебников, монографий, журналов и тому подобное. На данный момент в библиотеке подписано 4 БС – «Знанию», «Букру», «Юрайт», «Проспект». Для работы в этих системах регистрация не требуется, но если вы захотите, например, делать закладки, пометки, составлять подборки, то регистрация может быть полезна. Также доступны в виде инструкции справочные материалы. Переходим к базам данных. Библиотека имеет подписку к более чем 10 базам данных, в том числе иностранным, например, Scopus, Web of Science, EBSCO Host, Science Direct, Springer Nature и другие. Получить информацию по работе в базах данных можно также, открыв вкладку «Виде инструкции» и «Справочные материалы» у соответствующей базы данных. Справочные правовые системы На данный момент читателям доступны 5 справочных правовых систем этого стло, предоставляющие доступ к кодифицированному законодательству США, Великобритании и Канады, странам Евросоюза, справочные правовые системы России, Консультант Плюс, Гаранты Кодекс, а также информационная система Континент, предоставляющая доступ к законодательству стран СНГ на русском языке. На этом я завершаю рассказ об электронных ресурсах библиотеки. Если у вас появились какие-либо вопросы, вы можете задавать их в группах библиотеки, в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, либо обратиться к дежурному библиотеку.